Так, очень рада всех видеть тут заинтересованных людей. Такое вот, значит, пару слов немножечко о самом докладе. Это, конечно, интересно, как его собрать. Значит, как он родился? Очень много людей меня спрашивали о том, как у меня растут орхидеи, и просили показать. И я подумала, что надо как-то организоваться и, наверное, показать. С другой стороны, я вдохновилась прошлой осенней конференцией, вот Лены и Сережа, вот этой нашей. И действительно я почувствовала, что она похожа на такой осенний праздник урожая для меня была. Когда, ну, все делают какие-то похвастушки, что выросло, какая крупная свинка, какой красивый цветочек, какая нарядная тыква. Ну, в общем, и я подумала, что, ну, подойдет для того, чтобы сделать небольшую похвастушку. Поэтому это будет небольшая, в том числе, экскурсия для желающих, чтобы посмотреть, как они у меня растут, орхидеи. Пожалуйста, не придирайтесь к качеству фотографий. Некоторые фотографии делал мой муж, и они такие очень красивые, очень хорошего качества. Другие фотографии делала я сама, ну, просто для того, чтобы проиллюстрировать. Это просто фотографии. Ну, надеюсь, будет интересно. Если тут есть среди заинтересованных людей, люди, кто профессионально выращивает орхидеи, то, ну, ничего особенного я не покажу. А для тех, кто непрофессионально, я думаю, что нужно предупредить. Вы можете быть удивлены, потому что, скорее, ну, я не буду показывать ту орхидею, которая сразу приходит в голову у людей, ну, кто не знаком с этим видом. Обычно приходит в голову фаленопсис, вот эти бабочки, которых сейчас много-много в магазинах. Вот фаленопсисов я вам не покажу, потому что, ну, в общем, у меня их есть один, я не очень их выращиваю. Ну, хотя, исторически так получилось, что начинал я с фаленопсисов, как и большинство любителей орхидеи. Первая орхидея была фаленопсис, но сейчас уже не так. Вот, значит, это будет доклад такой вот на стыке двух практик. Я из роли, я как гештальтерапевт, который как-то ведет свою практику с клиентами. И я как коллекционер орхидеи, который ведет свою практику, чтобы выращивать эти орхидеи. Вот, и вот эта практика выращивания орхидеи, она оказалась для меня довольно богатой на метафоры. Причем часть метафор скорее просто позволяет мне как-то расширить понимание того, что у меня происходит в практике с клиентами, просто за счет разнообразия образов и за счет разнообразия проекций. А другая часть метафоры скорее я бы ее отнесла к числу каких-то навыков, которые я практикую. Ну, или можно сказать, что как опыт присутствия. Ну, как некоторый опыт, который я получаю, общаясь, ну, занимаясь цветами, и который я могу перенести в практику работы с клиентами. Вот, понятно, что базовая метафора, которую я собираюсь поэксплуатировать, но она, я думаю, знакома вам всем, что, ну, говорят так, что у психолога как бы свой садик, имея в виду клиента, и он за этим садиком ухаживает, свой полисадничек. Вот, ну, метафора, разные коллеги по-разному к ней относятся, я слышала, но по-разному используют. Ну, я думаю, что для этого доклада она вполне себе подойдет. Собственно, обсуждать, насколько хорошо подходит эта метафора, я не планирую, просто я буду ею пользоваться. Так, и еще небольшой комментарий, маленький. Значит, вы можете обратить внимание, что часть растений будет подписана латинскими буквами, часть растений русскими буквами. Это связано с тем, что часть фотографий я взяла из интернета, из свободного доступа, и я там точных названий растений не знаю, поэтому просто по-русски, ну, для корректности. А те растения, которые я сама покупала, и я названия точно знаю, там они будут подписаны. Ну, вот, все вам рассказала, предварительную часть. Поехали теперь. Ага. Следующий. Вот, небольшая общая информация. Орхидные – это крупнейшее семейство однодольных растений. Больше таких крупных нет. Орхидеи – это считается самые распространенные растения, хотя, ну, самое большое по количеству, хотя не такие объемные местами. Ну, вот, если бы вы проживали, например, в Австралии, в Австралии они растут прямо в лесу. Орхидеи, больше их количества встречаются в Юрной Америке, в Бразилии, в Эквадоре, в Колумбии и в Средней Азии. Это Индия, Китай, Тайвань, Таиланд. Ну, в общем, много где. Новая Зеландия. И так далее. Поехали. В России тоже есть свои орхидеи. Они прорастают прямо… Вы можете их увидеть в лесу, просто вы не знаете, что это орхидеи. Они растут на поле. Вот тут венерины башмачки. Но они скорее… В Подмосковье редко встречаются, за Уралом чаще. Но вот етрешник мужской и любка двулистная в Подмосковье вполне растут. Нужно знать, что это орхидеи, и вы сможете найти в лесу. Орхидеи живут в очень разных условиях. Есть вот такие ванды, видите, они живут в тропиках и любят вот эту вот влажность, стопроцентную жаркую. А есть вот пофеопедилумы башмачки. Они любят прохладу и поменьше солнца. Есть орхидеи, вот посмотрите, справа, которые селятся прямо на открытых скалах и прямо под палящим солнцем. И живут, выживают и цветут. А есть лекасты, вот эти слева, это лекасты. Но тут фотографии не самые удачные, но удачные фотографии редкость. Они живут в развилках деревьев, туда нападают листья, всякий мусор с окружающих растений. Там получается очень влажно и тенисто, и они там растут. Цветут они, когда деревья сбрасывают листву, потому что тогда свет попадает на них. Орхидеи бывают разного размера, очень разного. Вот слева вы видите, вот это у меня живет такая, такой клопик. И муж его гениально совершенно сфотографировал через лупу. А с правой стороны вы можете увидеть лиану. Это ваниль, это орхидея. И представить себе размер по сравнению со стволом этого дерева. Лианы очень большие и очень такие гигантские. И они быстро растут. Я знаю, ну любители пишут в форумах, что заводят дома. В общем, за полгода эта ваниль прорастает всю комнату от начала до конца. Они хорошо быстро растут. Ну вот ваниль именно. Вот так вот орхидеи растут у меня. Это не самое большое количество орхидеи. У меня их немного. Если кто видел еще отчеты орхидееводов-любителей. Бывают прям сплошной стеной. У меня пока нет. Вот это на балконе слива. И на подоконнике всякое цветет. Значит, орхидеи бывают двух видов считаются. Эпифиты и летофиты. Хотя только что я вам показала тех, которые растут на земле. Вы видели. На земле они не относятся ни к эпифитам, ни к летофитам. Но это такое вот типа исключение. Большая часть орхидеи – эпифиты или летофиты. Эпифиты – это растения, которые цепляются за деревья. Сейчас мы сделаем указку. Вот они. Вот это вот на дереве слева. Видите? Это фаленопсис. Природный вид. И из вот этих вот природных фаленопсисов путем многочисленных культурных преобразований получились те фаленопсисы, которые все покупают в магазине. Самые распространенные. Примерно начинались они вот так вот. Эпифиты – люди иногда думают, что орхидея – это вредитель или паразит. И она портит деревья, когда цепляется за них. Это ошибка, так считать. Значит, эпифиты только держатся за растения. И они используют дерево как опору. А летофиты – это когда растения держатся за опору, за камушки. Видите, вот тут такая японская орхидея сверху. Вот это вот. Она приятно пахнет очень. И пониже, видите, башмачки. Очень такая редкая фотография, приятная. Эти башмачки, они вцепились в скалу и держатся за скалу. Вот само это свойство орхидеи. Орхидеи нуждаются в… Ну, их корневая система, их устройство таково, что они нуждаются в опоре. И без опоры они расти не могут. Вот эти вот, например, орхидеи, которые тут на картинке, и большинство из них, они не могут расти на траве или на почве. Им нужна опора, за которой они держатся. И когда я думаю об этом факте, мне сразу довольно быстро приходит в голову отношения клиентов и психолога, когда клиенты могут опираться на психолога, и психолог может предоставлять своим клиентам опору. Мне бывает интересно, как люди цепляются, они цепляются или опираются. Они могут стоять сами, или им нужно много опоры. Ну, в общем, я могу фантазировать по этому поводу. Вот, сейчас будет интересно для вас. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но орхидеи очень плохие родители. Их семена представляют собой мелкую пыль. Настолько мелкую, что глазом рассмотреть без микроскопа, глазом рассмотреть отдельные семечка нельзя. И в природных условиях для того, чтобы семена прорастали, значит, вот эти вот семена используют помощников. В качестве помощника они используют очень ядовитый гриб, который называется ризоктонией. Вот этот гриб, ризоктония, вообще в нормальных условиях убивает все живое, чего он касается. Ну, это реально токсичный, токсичный гриб. Но семена орхидеи умудряются захомутать эту самую ризоктонию и заставить, выживают в контакте с этой вот ядовитой природной сущностью. И умудряются заставить этот гриб делиться с ними питательными веществами. Потому что, ну, если, ну, как, ну, если яблоко, представьте себе, да, как классический плод, там будут семена, и вот это яблоко, из которого семена берут все питательные вещества, ну, для того, чтобы прорасти, а тут нужен помощник. И, соответственно, только в контакте, только в таком вот использовании этого гриба, семена орхидеи могут прорастать. И это им дает совершенно потрясающий иммунитет. Выросшие орхидеи в природных условиях, те, которые выжили, ну, часть семян, естественно, погибает, резектония их убивает, часть выживает. Выжившие орхидеи оказываются совершенно фантастически устойчивы ко всем грибковым инфекциям. Они не гниют в природе и не болеют. Вообще никогда. Потому что у них вот этот вот, за счет их, этого самого детства, у них иммунитет. Почему тут вы видите пробирочки? Значит, крайне трудно орхидею размножить почкованием. Это происходит долго и не всегда удается. Есть виды, которые почкованием не размножаются. И поэтому ученые, любители орхидеи, предложили много усилий для того, чтобы освоить выращивание семян. И сначала они пробовали ту же самую резектонию использовать, чтобы выращивать маленькие орхидеи в культурных условиях. Ничего у них не вышло. В культурных условиях умирает все и не всходит вообще ничего. Поэтому люди приноровились и стали выращивать орхидеи из семян в абсолютно стерильных условиях. Вот эти баночки, вот тут вы видите, вот желе. Вот это вот агар. Он сладкий агар, он абсолютно стерильный. В него высевают семена в абсолютно стерильных условиях. Баночку закрывают, ставят в нужную температуру под нужное освещение. И, значит, прорастание семян занимает примерно от полугода и там дальше до двух с половиной лет, довольно долго. Но ввиду того, что сейчас технологии человечество освоило весьма ощутимо, но для человечества это нормальные сроки, в общем. И орхидеи много, вы видите, в магазинах и на полках. Но выросшие в таких стерильных условиях орхидеи абсолютно бессильны перед грибковыми заболеваниями. И известный случай, это не единичный случай, когда за три дня может погибнуть вся коллекция орхидеи из-за грибной инфекции. Просто одно растение заболевает, и за ним умирают все сразу. Современные вот эти культурные растения не имеют такого иммунитета. Вот это знание об орхидеях, оно наводит меня на размышления по поводу актуальной концепции токсичных родителей, которые очень муссируются в последнее время в интернете и в психологических кругах, о том, что токсичные родители, ну, это ужасная угроза для детей. Но я начинаю думать, что токсичные родители при выросших-таки детях, ну, это какой-то опыт, какой-то иммунитет и какой-то ресурс, которыми обладает уже взрослый или ребеночек, проживая эти трудные времена, который позволяет как-то людям справляться со стрессом и с неудачами во взрослом возрасте. И довольно-таки приходит в голову сравнение о том, что актуальное поколение детей, которые вырастают в более стерильных условиях, они весьма затрудняются справляться со стрессом, и со стрессами управляются слабее, чем их предшественники, имеющие даже, допустим, токсичных родителей. Думаю, что это немножко провокационное такое сравнение, но такая мысль у меня появилась, я подумала. Следующий у нас кадр про корни орхидеи. Корни орхидеи устроены по-особенному, и им очень важно дыхание. Вот если вы тут увидите, вот тут в правом углу внизу я специально сфотографировала горшок, в котором у меня растет ванда. Если вы заметите, то в этом горшке субстрата нет, они живут, корни живут без субстрата. Это довольно частая бывает история, потому что для орхидеи дыхание очень важно, а влаги должно быть меньше, чем для классического растения. И, конечно же, нужно очень заботиться о том, чтобы воздуха орхидеи хватало. Вот тут повыше, если видите, вот эти проволочки – это корешочки. Это у меня растение висит на стене, и корешочки во все стороны растут. Мое мнение такое, что из воздуха оно пьет больше, чем из горшка, потому что корни у него прям совсем большие. Вот. Конечно, я нахожу аналогию в том, как я забочусь о том, чтобы мои клиенты на сессиях могли свободно дышать, что дыхание – это поддержка и ресурс. Когда я спрашиваю, дышат они, не дышат, какое качество дыхания. Или когда я просто обращаю внимание, что у меня клиент задержал дыхание или задышал, это весьма похоже. Дыхание для орхидеи – очень важный такой. Это очень важный ресурс. Считается, что воздух и свет, а влагу они могут из воздуха брать, как тропические. Не все, конечно, но так. Как правило, орхидеи – это очень медленно растущие многолетние растения. Вот с левой стороны фаленопсисы, которые растут у меня, они немножко отличаются от магазинных. Они такие вот поинтереснее. Но если вы покупали в магазине фаленопсис, вы знаете, что за год у него вырастает лист, иногда два. С одной стороны, это удобно. Можно прогнозировать, что он не займет много места у вас на подоконнике, не разрастется, как большая клумба. А с другой стороны, если у вас есть идея зацвести это растение или хочется больше цветов, нужно понимать, что придется учиться ждать. И с орхидеями нужен этот навык. Я бы сказала, он очень схож с навыком творческого безразличия. Гештальтерапевта. Нужен спокойно относиться к тому, что растение растет медленно и растет, как растет. И не дергаться при этом. То, что хочется классическому садоводу, это побольше поливать, чтобы побыстрее выросло. Если орхидею побольше поливать, она загниет довольно быстро и погибнет, поскольку ей нужен воздух, а много воды она трудно переносит. Соответственно, нужно держать ручки при себе и давать возможность растению просохнуть, подышать, подсохнуть в ряде случаев. В этом месте я считаю, что мой навык как психотерапевта тоже растет, потому что с клиентами тоже я могу быть поспокойнее и подождать. Я понимаю, что в ряде случаев людям нужно время, какое-то большое время. Вот с правой стороны вы можете видеть цветочек. Этот цветочек, чтобы зацвести, рос 9 месяцев. И это нормальная история. Некоторые цветоносы растут 8-9 месяцев, другие год. У меня есть растение, которое растило цветоносик больше года. Но, однако, случаются исключения, как и везде. Вот такая прикольная орхидея японская, называется хабинария радиата. У нее клубенечки вот такие малепусенькие, как горошинка. Они растут за 3 месяца, цветают и уходят на покой. Такие тоже бывают. Ну, как обычные цветочки. Развитие орхидеи циклично. Соответственно, циклы состоят в том, что есть фаза активного роста у растения, потом есть фаза цветения, есть фаза созревания плодов, потом есть период отдыха. Почти как цикл контакта в концепции гештальтерапии. Значит, раскачиваются растения после отдыха довольно долго. Там про приконтакт тоже можно подумать. Складывается вот эта цикличность, естественно, за счет условий, которые происходят в окружающей среде. Вот эти цветочки, которые на этой картинке, они живут в гористой местности, близко, высоко над уровнем моря. И много времени в году, ну, там до полугода в этой местности нет осадков, а есть только туманы, большие туманы. И там бывают очень большие перепады температур. Ночью сильно холодно, днем сильно жарко, днем сильно жарко за счет солнца, ночью холодно за счет того, что в горах солнца нет, перепад температур. Строго говоря, получается такой сильный стресс. Растению будет холодно, сухо, ну, может быть, довольно влажно. Вначале я вам показывала картинку, где цветочки сидели прямо на горе и под солнцем. У них перепад температур тоже бывает, но у них не будет влажности. То есть у них стресс будет еще более колоссальным для цветения. И там разница температур между дневной и ночной может достигать 20 градусов. Соответственно, растениям нужен стресс для цветения. И для того, чтобы зацвести их дома, ну, нужно более-менее эти условия повторить или более-менее этот стресс повторить. Соответственно, отсюда берется рекомендация. Фаленопсисы тоже природные там виды, они, ну, часть из них, из тех мест, где ночью бывает похолоднее и бывает природа отдыхает, там нет дождей. Поэтому вы можете встретиться с рекомендацией, что чтобы фаленопсис на подоконнике зацвел, его нужно три недели не поливать и поставить на холодное окошко от природных условий. Вот. Ну, что у нас со временем? Нормально? Ну, им нужен стресс по факту. Вот. Этим растениям, например, стресса нужно больше, чем предыдущим. Вот, которая слева, ему нужно перепадать температуру в течение месяцев четырех, чтобы оно зацвело. И перепад температур хороший, градусов 10-12. А вот эта, которая справа, видите, она живет зимой. Я, простите, цветет зимой, чуть-чуть позже расскажу. И для нее важно, в общем, ее можно поливать только в период, когда она растет. Если она выросла и отдыхает, поливать нельзя. Если полить поэнергичнее, то вместо цветения она запустит следующий рост и цвести не будет. Нужно внимательно, в общем-то, учитывать момент, в котором находится растение и не сбивать цикл его роста. Вот эти все истории про стресс и про какой-то момент в цикле развития растения очень, конечно, ассоциируется у меня с концепцией чрезвычайной ситуации в гештельтерапии. О том, что человек, встречаясь с новизной, он попадает в чрезвычайную ситуацию, он испытывает стресс, он его как-то переживает. И пережив стресс, расцветает как-то в новом качестве, в другом. Ну, там, насколько расцветает, так в другом вопрос. Ну, в общем, приобретает какие-то новые возможности, пройдя через стресс и пройдя через какой-то дискомфорт и испытания. Вот. С другой стороны, очень важно уважать потребности растений, потребности людей тоже. Я учусь уважению потребностей, потому что это бывает нетривиально. в чем нужна. Растения отзывчивые учения, орхидеи, если делаешь ошибку, это видно. А если ухаживаешь должным образом, тоже видно. С людьми иногда тоже так получается. Словами человек не скажет, что он хочет, когда у него еще осознавания недостаточно. По нему видно, что что-то не так. Вот. Есть исключения среди орхидеи тоже. Есть растения, которые не переносят никакого стресса. Видите, тут эти маленькие цветочки. Мне кажется, что это фонарики, а муж считает, что они похожи на жучков. Ну, в общем, вот это прекрасное растение, ровный, целый год растет в тепле и любит обильный полив. От стресса, но чувствует себя плохо. Про адаптацию чуть-чуть давайте вам расскажу. Адаптация орхидеи, чтобы они цвели, это конец, конечно, истории. Можно хвастаться. Но чтобы они цвели, они сначала должны расти. А приезжают они зачастую с соседнего полушария. Вот это вот растение, которое слева, оно приехало с южного полушария. Я думаю, что откуда-то из Колумбии или из Бразилии, но могу ошибаться. Вот это я фотографировала вчера. Оно у меня в коллекции находится 4 года. И в этом году у меня была радость просто невероятная, потому что зимой это растение должно отдыхать, весной просыпаться, цвести, наращивать рост и потом ложиться спать. По идее, должен быть цикл такой. В предыдущие 3 года вот эта красотулька просыпалась осенью в сентябре, когда в южном полушарии весна, и начинала активно растить корешочки и листочки. Утверждаю, что сейчас весна, сейчас она вырастет, и все будет отлично. Но у моих условий, ну я подсвечиваю, там ставлю в теплое место, поливаю и так далее, моих условий ей точно не хватало, и через примерно месяц-полтора рост останавливался. И, в общем, эта маленькая, она должна быть раза в 4 больше, она не растет. В этом году первый раз, четвертый год это идет, четвертый год, она проснулась весной, пустила расти. То есть она учла свет, прибавку светового дня, который у нас в северном полушарии происходит, и пустила свои корешочки и листочки расти весной. И росты чуть-чуть выросли поактивнее. Свести она все равно не стала, ну хотя бы, я надеюсь, на то, что что-нибудь у нас получится. И это бывает довольно распространенная история. С растениями из южного полушария некоторые растения так и не адаптируются. И растут они зимой, а цвести пытаются летом, когда жарко. А в своем полушарии у них цветение должно приходиться на их лето, когда у них там прохладно. Вот. Про адаптацию. Вот другая история про адаптацию. Видите, тут вот эта фигурка стоит. Если вы обратите внимание, вот это растение, оно скукожное. У него тут оно высохшее, выглядит оно плохо. Видите, усохшие бульбочки. А вот тут есть три ростика. Вот эта штучка называется котлея персиволиана. Она приехала ко мне полгода назад. И вот как приехала, так и стоит. В чем загвоздка? Загвоздка в том, что конкретно этот вид выпускает корни только после того, как вырастут росты. Чтобы выросли росты, оно питается за счет бульб и листьев, ну там влаги сколько у него есть, питательных веществ. Она была вытащена из горшка. Орхидеи перевозят. Все орхидеи краснокнижные растения. В ряде стран запрещено их перевозить с грунта. Их привозят без грунта. Они при этом теряют корни. И новые корни она нарастить не может, потому что ей еще время не пришло. Она должна сначала вырасти и процвести. А старых у нее уже нет, и она их сбросила. Ну и вот выживет она или нет, вопрос. Они могут год-полтора так стоять. Иногда умирают, иногда приживаются. То есть адаптация тоже весьма сложная бывает в растении. А вот этот горшок я вам сфотографировала, потому что, если вы обратите внимание, тут два кустика в одном горшке. Вот в этом кустике две розетки и палочки тут, видите? Там, где палочки, были цветочки. Это цвело. А у этого кустика один кустик и без палочек. Приехали они в один и тот же день из одного и того же питомника. Были выращены из одних и тех же семян. Два рядом росших растения. В один и тот же день я их посадила в один и тот же горшок. Одно решило расти и цвести, и уже процвело дважды. А второй до сих пор сидит. Соответственно, даже у растений существует, я не знаю, воля к жизни или личность. Ну, личность про растения никак не скажешь. Но есть что-то, что от меня и от ухода не зависит. Оно само как-то по себе решает, будет оно тут жить и цвести или не будет. Это вот про адаптацию. Всякие интересные вещи. Вот я вспоминаю свои орхидеи, когда какой-нибудь клиент, допустим, рассказывает мне, что он приехал из Владивостока. В Москву переехал. И говорит, что ах, все так легко прошло. Ну, я не всякий раз верю, что все так легко прошло. Или когда люди рассказывают про переезд, ну, вроде, они, ну, бывают ощущения, что человек не укоренился на новом месте. Непонятно, он корни пустил или нет. Он нашел тут себя, ну, адаптация завершена или не завершена. Ну, такие вот мысли. Однако бывают очень легкие штучки. Вот это, например, если вы тут посмотрите. Она приехала легко, поспала, стала расти, потом опять поспала. Ее не волнует ни холодно, ни жарко. И она себе просто растет. Главное не заливать. Ну, заливать я не заливаю, она любит посушить. А вот последний слайд в моем докладе будет. В общем-то, это слайд про любовь. Если вы обратите внимание, вот это вот я вам показывала слайд раньше. Это называется лекаста. Это лекаста дикая, как она растет в природе. Вот это тоже лекаста. Только это лекаста оккультуренная, выведенная, гибридная. Все такая красивенькая и хорошенькая. Вот. У меня с этими лекастами вышла долгая история и сложные отношения. Эти орхидеи очень требовательны к уходу. Они не переносят просушек. Вот это такие. Ну, есть лекасты, которые можно приучить к просушкам. Но, в общем, когда она растет, нельзя просушивать. И с ней нужно быть очень внимательной. Ну, цветок нежный. И само растение такое нежное. Ну, с некоторыми растениями я их быстро понимаю, чего оно хочет и в чем нуждается. А с этими вот было трудно. И они у меня сколько? Это 6 лет опыт. Они у меня продолжают умирать или продолжают отказываться растить бульбы. Или не выращивают корни. Это, в общем, один из редких случаев, когда цветет. И я очень горжусь. Но они мне очень нравятся. И я продолжаю пробовать и пробовать. И вот эта история напоминает мне о том, что, ну, какие-то вот психологические посиделки коллегиальные, когда психологи между собой обсуждают разные группы клиентов. С какой группой клиентов у меня лучше получается, с какой группой клиентов у меня хуже получается. Ну, что нужно делать, что подходит, что не подходит. Вот когда про лекарства, я думаю, в своем психологическом реноме я вспоминаю про клиентов с нарциссическим опытом. Потому что, на мой вкус, это тоже такой вот нежный контакт, который легко разрушить. И трудно, чтобы он был таким устойчивым и устойчиво сложился. И высоко цена ошибки с травматиками, например. Но для меня, в моем понимании, можно ошибаться свободнее, а не какие-то устойчивые и более устойчивые люди. Ну, мое вот это мнение. Вот такой доклад. Во времени я уложился на вопросы, но у нас буквально две минуты. Спасибо. Спасибо.